В Кремле не поддержали идею регионов по отмене новогодних праздников. Решение властей Петербурга, Ленинградской области и других регионов об отмене праздников в Кремле посчитали непроработанным. То есть, смотрите, у нас большая такая матушка Россия. Было 85 регионов, теперь их, очевидно, 89 регионов. Каждый регион решает, как он будет тратить свой бюджет. Чиновники как-то иногда заходят в социальные сети или как-то там еще узнать, а что вообще народ думает, что народ хочет. И так вот, знаете, приоткрыл окошко, послушайте, что там на улице люди говорят, а люди уже орут, в голос орут. Какого хрена вы праздники, фестивали, фейерверки тут проводите, когда у нас по три копейки собирают на нужды фронта? И чиновники решили, блин, давайте мы все-таки не будем новогодние праздники проводить, приличная статья расходов, давайте мы все-таки как-то эти деньги потратим реально на мобилизацию. И на праздниках, и на мобилизации, понятное дело, можно поворовать, но все-таки есть очевидная разница. А в Кремле говорят, не, вы что, вы что, хотите, чтобы зрелищей было мало? Тогда же люди думать начнут и устроят нам революцию, поэтому давайте вот без этого всего. Вот вы напишите в комментариях, вы поддерживаете идею до конца спецоперации прекратить какие-либо праздники. Потому что Кремль, вот по словам РБК, не поддерживает эту идею, ну как, как можно отказаться от праздников. Примерно такой же уровень идиотизма, вот вторая новость. Алла Донгур Ол, обозреватель политический из Тувы, пишет, многим в Туве не понравится отставка министра обороны России Шойгу. Я вот это читаю и не могу понять. То есть у нас большая страна, есть много-много всяких разных интересов, мнений. Но получается, что ради одной Тувы мы должны все простить Сергею Шойгу. Ну то есть логика получается такая, да, то есть огромная Россия. Шойгу министра обороны всей России, а не только Тувы. Но раз в Туве многим не понравится отставка Шойгу, значит, пусть дальше будет нашим министром обороны. Вот на полном серьезе, если вы будете интересоваться тем, что пишут там в средствах массовой информации всякие там эксперты, аналитики, обозреватели, вы вот такого вот бреда будете читать каждый день пачками. Кремль недоволен непроработанностью решений, что, понимаете, отменяют праздники. Как это так? Надо праздновать Новый год. Надо праздновать обязательно. Значит, Шойгу отставку ни в коем случае нет. Нет, у нас все идеально идет. Главное, чтобы Тува была довольна. Правительство устами министров начинает публично говорить о проблеме волатильности рубля. Виновный еще не назван. Но кто он и так, понятно, ответственность лежит на центробанке. Рубль был либо крепкий, либо он был слабый. Но когда у нас гуляет от 50 до 65, за крайне небольшой период времени, это внушает определенное беспокойство, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Вы знаете, что Патрушев это очень серьезный человек у нас в элитке. Его считают одним из возможных премников Путина. И когда Патрушев заявляет, что у нас большие проблемы с этим самым рублем, что он слишком волатильный туда-сюда гуляет, я так понимаю, для Эльвира Сахибзадовна наступают сложные времена. Ну кого еще назначать ответственным за то, что с рублем проблемы? Вроде ее только в мае переназначили. Получается, например, такая картина, что Патрушев через Набиулину намекает, что Путин принимает плохие решения. Если Путин переназначил Набиулину и Рыбуль потом опять туда-сюда начал болтаться, кто в этом виноват в конечном счете, как вы считаете? Логика получается довольно примитивная. А почему понадобилось народу показать виноватого? Почему? На Набиулину начали стрелки переводить. Вот почему. Настроение окружающих. Смотрите, какой график хороший. Вот смотрите, началась спецоперация. Тревога подросла. Видите, как все нехорошо, нехорошо. Потом вроде все успокаиваемся, успокаиваемся. Все хорошо, ребят, не волнуйтесь. Победа за победой. А потом мобилизация. Бамц! И последние две недели уровень тревоги в обществе запредельный за последние несколько лет. Уровень тревоги просто полетел в небеса. Что такое? Ну вот что такое. Вот так это и выглядит. Народ готовится бунтовать. Не знаем, что делать, но жить как раньше уже не получается. Понимаете? 70% россиян испытывают тревогу. Пока вы спали с Бер, подлил маслица в огонь, поднята ставка по ипотеке, было 9,9%, стало 10,4%. То есть это базовая такая ставка. Если вы придете в банк, она может быть гораздо-гораздо выше, ну или по каким-то льготам. Если кто-то полагает, что вот эта новость не так важна, предлагаю поразмышлять над процессами, которые возможны при отсутствии кредитных каникул у примерно полумиллиона человек с оружием в руках. А все просто. Владимир Владимирович подписал указик о кредитных каникулах для мобилизованных участников спецоперации. Все-таки да, указик о том, что если человек был в спецоперации, все-таки не надо его, как бы это помягче сказать, разувать, раздевать. Теперь можно быть спокойным. Да, да, оружие в руках. Важнейший фактор теперь у нашей внутренней политики. Люди с оружием в руках, это те люди, на которых власть не будет плевать, не будет о них ноги вытирать. Ну или если будет, то, наверное, не очень долго. Видите, как оно интересно получается у наших экспертов и аналитиков. Путин также освободил мобилизованных россиян и их семьи от начисления пени за просроченные платежи по ЖКХ. То есть вот не платил ты за свет, за воду, за газ. Ничего страшного, воюй спокойно, вернешься и все, заплатишь. Вот пример, такая чудесная логика у нас получается. Мне очень нравится, честное слово. За одну минувшую неделю продажи новых автомобилей в России упали на 20%, сообщает Автостад. Одновременно с этим сентябрьские события выкинули на рынок с пробегом много автомобилей премиального класса, по цене сниженной из-за срочности на 10-30%. Другое издание приводит другую статистику. Почти на 60% упали продажи новых легковых автомобилей в России, как сообщает Ассоциация Европейского Бизнеса. То есть то ли на 10%, простите, то ли на 20%, то ли на 60% упали у нас продажи автомобилей. Так насколько на самом деле упали-то? Непонятно, но очевидно, что немало. Очевидно, что упали очень даже существенно. А что такое? Что случилось? Даже с начала спецопераций люди продолжали более-менее покупать. Особенно учитывая, что рубль туда-сюда, вверх-вниз летает. Надо деньги куда-то вкладывать. Вот народ вкладывался, а теперь что-то изменилось. Но есть и позитивные новости. Вот, смотрите. Без мебели не останемся. Российский производитель Мистер Дорс открыл онлайн-магазин. В нем уникальные скидки, акции, бонусная программа. Все по-взрослому. Я, правда, не очень понимаю, в чем тут новость. Почему новостные агентства вот такую дешевую рекламу размещают? А, это поддержка нашего производителя. У меня вот только один вопрос, когда я читаю вот эти все новости. Какой процент шкафа отечественный? Я боюсь, что даже в условиях всех этих санкций и разговоров об мертонозамещении процент того, что у нас на самом деле сделано здесь у нас своего, весьма и весьма невысокий. Ой, или вот, пожалуйста, радостная новость. Ресейл автомобильных шин. Яндекс.Маркет уравнял возможности всех продавцов. Теперь торговать уцененными и бывшими в употреблении товарами могут все без исключения. Такие товары разместятся в разделе ресейл. Там можно найти товары для дома, строительства и ремонта, автозапчасти, шины, одежду, бытовую технику, полученную по трейд-ину, редкие товары, которые больше не производятся. Вы представляете, как интересно? Официально на Яндексе теперь можно будет купить БУ, просрочку и так далее, и так далее. Вот встаем с колен, прорыв, вот это так вот оно и выглядит. Честно говоря, мне не хочется в это верить, но вот что есть, то есть, то и рассказываю. Нет, слава Богу, что у нас официально теперь можно будет торговать просрочкой. Это все-таки товары более дешевые и так далее, но выдавать это за какое-то великое достижение, за какой-то успех, у меня тоже язык не поворачивается. Вот это тоже новость интересная, спорная. Центробанк хочет остановить программу льготной ипотеки, критический анализ ситуации. Поддерживая позицию о необходимости дальнейшего продления программы льготной ипотеки, хочу кратко и аргументированно высказаться на тему ее эффективности и провести критический анализ позиции Центробанка против льготной ипотеки. И, очевидно, заказная статья, огромная, приводится на эту тему. Ее смысл очень простой. Не смейте прекращать льготную ипотеку, потому что строительная мафия и банковская мафия хочет из бюджета получать больше денег. Что такое льготная ипотека? Это когда государство дает больше денег, чтобы люди дальше покупали квартиры. Кому это выгодно? В этой статье, вот вдумайтесь, в этой статье написано, рост цен на жилье необходим для развития строительной отрасли. Не просто льготную ипотеку, цены должны расти, а то вообще швах. Без роста цен вообще развития не может быть. Мне интересно, что такое развитие строительной отрасли. Это вот когда мигрантов в страну завозят. Это вот развитие строительной отрасли, да? Это вот когда у нас вся техника для строительства и даже материалы импортные. Когда мы даже цемент закупаем из Индии, из Турции, свой высококачественный цемент мы продаем куда-нибудь в другие страны. А для россиян домики строим из индийского, самого низкосортного цемента. Потом вот эти дома по реновации получаются, я многократно рассказывал, просто дырявые. Внутренний угол дома запенивают, а пена вылезает снаружи стены. По облицовке пена видна. Вот это вот качество, это такое развитие строительной отрасли у нас наблюдается. Короче говоря, бизнес и олигархи волнуются. Им не нравится, что происходит. Они рассчитывают, что будут какие-то перемены в их пользу со всеми вытекающими последствиями. Ну и чтобы народ особо не нервничал, чтобы народ верил, что все хорошо, вот выходят новости. Там арестовали, тут арестовали, вчера я вам рассказывал. В Крыму к четверым чиновникам сразу за взятку в крупном размере пришли с обысками, задержали. И вот, пожалуйста, Следственный комитет проводит проверку по факту подкупа за 300 тысяч рублей судьи Тверского суда Москвы. Тверской суд, это Тверская, это самый центр. Госдума находится на пересечении Тверской и Охотного ряда. Это самый центр города. И вы хотите сказать, что Тверского судью подкупили, судью Тверского районного суда Москвы подкупили за 300 тысяч рублей? Вы хотите сказать, когда такого важного человека арестовали, это что, это все проблемы с преступностью, с коррупционерами в Москве решены? За кого принимают россиян? Я просто понять не могу. Просто нам хотят намекнуть, друзья, смотрите, всем сейчас нелегко. Да, ипотеки там проблемы, совсем проблемы, но зато ловим воров. Воры у нас будут сидеть. Все, кто провалил импортозамещение, кто ошибки в мобилизации делал, все эти люди понесут ответственность. На самом деле, я так понимаю, нет никакой ответственности. Реальные виновники не понесут. Хотя будут находить козлов отпущения, устраивать показательную порку и все такое прочее. Что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Вместе мы сила, вместе обязательно победим. Берегите себя и своих близких. Все вам доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok